Геннадий Евгеньевич очень правильно сформулировал мысль на тему того, что в современном обществе начинают играть не только технологии, значение важное, но и то, как посчитают, собственно, то, как этими технологиями попользовались. И, судя по одобрительным кивкам собравшихся, я понимаю, что эта мысль, она как бы витает в воздухе и отражает часть, так сказать, волнений, связанных с выборным процессом. Ну, на мой взгляд, у нас очень интересное время, в котором мы сейчас живем, и очень большая степень турмалентности, и вообще, на самом деле, не всем понятно, как все это будет проходить. К осени, мне кажется, очень много может измениться, и дай бог, чтобы всем, собственно, в этой турмалентности нашли все свое место, все было конструктивно, и мы, соответственно, смогли турмалентность превратить в ресурс для развития, а не в ресурс для разрушения. Цифра меняет, то есть мы вступили в информационный век, и информационный век меняет очень многие устоявшиеся вещи, и нам просто надо адаптироваться то, как с этим жить. Ну, например, если раньше даже в самых демократических странах люди заниматься политикой могли так или иначе только в неком плотном взаимодействии, контакте с истеблишментом, мы не могли присутствовать в политическом поле, если вас не зовут в газеты, в журналы и так далее. Сейчас мир изменился. Цифра позволяет коммуницировать людям непосредственно напрямую, минуя всех посредников, и если у вас есть что сказать, если вы обладаете, не знаю, целеустремленностью и некоторым степенем нахальства, то вы можете обходить все, так сказать, устоявшиеся каналы, которые контролируются истеблишментом, и, соответственно, влиять на политический процесс так, как раньше этого было невозможно сделать. Это мы видим даже в самых развитых демократиях, типа Америки, Европы. Это мы видим сегодня каждый божий день. Да. И этот процесс, несомненно, придет и в Россию. И он уже, на самом деле, здесь. У нас просто другая культура. Это пока удается сдерживаться различными силовыми технологиями или белорусскими технологиями, о которых рассказывал Роман. Ну да, то есть, в принципе, тоже есть опыт, но это реальность, которая все равно, скорее всего, на мой взгляд, она просто... Ну, как бы от нее не защищаться, она все равно наступает. И мы будем в этом, собственно, мире жить. Поэтому, конечно же, это влияет. Это ставит также и содержательные вопросы. Например, можно ли сделать выборы полностью цифровыми и голосовать в интернете? Да, можно, но это компромисс между тем, насколько мы хотим, так сказать, доступно это сделать через интернет, чтобы каждый мог взять и зайти в интернет. И анонимно это сделать. То есть, две этих штуки одновременно не... То есть, повысить доверие и анонимность не обеспечивается. То есть, сделать выборы прозрачными через интернет очень просто, но только если будет известно, кто как проголосовал. Ну, опять же, тоже, в принципе, на это есть ответ, что по-хорошему на больших федеральных выборах это пока преждевременно, но на местных выборах, где все друг друга знают, почему бы, собственно, это не внедрять. Ну, это такое технологии, конечно, нам помогают здесь, ставят новые вопросы.